Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Днем минус 3, плюс 2. И местами до минус 8. На дорогах гололедица. Черкесский мокрый снег, ночью утром туман, гололед. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 3. Днем минус 1, плюс 1. Новогодние подарки от главы региона Рашида Тибрезова. По традиции новогодние подарки от главы получат все, без исключения учащиеся с 1 по 4 классы. Кроме того, их вручат детям, добившихся значительных результатов в учебе, спорте, искусстве и культуре. Всего 600 человек. А также подарки получат 2000 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В том числе воспитанники социальных учреждений и дети с ограниченными возможностями здоровья. В Казани прошел чемпионат России под Хэквондо ГТФ. Воспитанники известного тренера Исха Кагачияева привезли с этих соревнований 4 золотые медали. Причем нашим чемпионам от 9 до 19 лет. В чемпионате России участвовало около 1000 спортсменов из 50 регионов России. О том, как удалось одержать победу на столь престижном турнире, на кого сделал ставку тренер и какие соревнования их ждут впереди. На эти и другие вопросы юные чемпионы ответили мои соведущие Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Исхак, конечно, как к тренеру, как к такому уже матерому тренеру я хочу обратиться к тебе и сразу поздравить тебя вот с таким успехом, с золотым успехом. Ты сегодня таких крутых чемпионов к нам привел. Мы буквально недавно встречались, и ты рассказывал о том, что вы поедете в Казань на чемпионат России по Тхэквондо ГТФ. Но я не думала, что вы привезете сразу столько золотых медалей, и тем более вот такие юные твои спортсмены станут золотыми медалистами, первые места привезут. Ты на кого делал ставку? Как все прошло? Рассказывай. Я знаю, что тысячу спортсменов было из 50 субъектов. Ну вот вы и отличились. Да, мы ездили 10 спортсменов, но были... Вот Наврузов первый раз поехал, мы не знали даже, что так первое место, мы думали, что там может... Или главное, что участие, а первое место же не главное, а получил даже первое место занял. А Амали у нас уже на Европе был даже, он там второе место занимал, а сейчас вот подтянулся, первое место занял. А вот Аврузов Ислам у нас в прошлом году второй место занял на чемпионате России. Ты, пожалуйста, представь их по фамилиям, по именам. Это у нас Самат. Самат, Наврузов Самат. Так. Чучков Амаль. Так. И Ислам Урусов. Урусов. Ну, Ислам чемпион тоже. Да. Ислам, я хочу обратиться к тебе, спросить у тебя, как все для тебя прошло? Вот это самые большие соревнования в твоей спортивной карьере? Ну, я бы не сказал. Ну, самые большие соревнования по уровню, конечно. Я пять раз ездил на Россию, на чемпионат России. И в этом году, знаете, все очень хорошо прошло. Все как по массу, все отлично. Наверное, опыт какой-то уже как-то сказывается. И тренер, конечно, работа тренера незаменима. Не только за себя волнуешься, но и за ребят, за маленьких парней. Конечно, команда. Да. И все прошло отлично. У тебя первый раз золотая медаль на первенстве России? Да. В прошлом году я перешел категорию мужчины с 18 лет, то есть 18+. И в прошлом году мне удалось завоевать второе место. Это мой первый такой результат на чемпионате России. В этом году мне очень хотелось повторить. Конечно, получилось. Я знаю, что ты мастером спорта стал, да? Да, выполнил норматив мастера спорта. В этом году? И в прошлом году. И также в этом году я отобрался на чемпионат мира в 2022 году, который пройдет в Украине. Так, я хочу с этими юными чемпионами поговорить. Самат, Амаль. Я знаю, что вы учитесь в третьем классе. Да. Вы одноклассники? Да. Ну вот вы, когда приходите в школу, вы обсуждаете свои тренировки? Ну, одноклассникам всегда рассказываю. Рассказываете? Да. Ну вот вы уже приехали из Казани, правильно? Да. Пришли в школу. Как вас встретили в школе? Вот какие эмоции были у ваших друзей? У вас все-таки золотые медали. Вы же не просто так съездили на соревнования. Нас поздравили, когда зашли в класс. Поздравили? Да. А учителя поздравили? Да. Обняли нас и все. Сказали, что гордятся вами? Да. Ну, конечно, вы же такие большие молодцы. А как у вас в школе дела? Как вы учитесь? Какие любимые предметы? Самат, ну давай рассказывай ты. Как ты в школе учишься? Хорошист? Почти. Почти. Ну ладно, так тоже можно. Ты же спортсмен, ты же чемпион, но ты будешь стараться. А любимый предмет какой? Физкультура, наверное. Математика. Ах, ты еще и математик. Амаль, а ты? У меня тоже математика, любимый предмет. Одни пятерки и все. А когда вы уроки делаете? У вас тренировки как часто проходят? Через день. Через день, да. Один день бывает, а другой нет. Ислам, ты студент? Да. Юридического института? Да. Как совмещаешь тоже, рассказывай. Как совмещаешь? Ну, после учебы быстро переодеваюсь на тренировку. Вот, например, я уехал на соревнования, отдал справку. Все учителя, все преподаватели, точнее, они поддерживают меня и идут навстречу, так сказать. Огромное им спасибо за это, за понимание. Директор, заместитель директора, все идут навстречу тогда. Поэтому, огромное спасибо. А чем тебе нравится вот этот вид спорта тхэквондо? И как давно ты занимаешься? Тхэквондо я начал заниматься с 10 лет. Да, пользуясь таким моментом, таким случаем, хотелось бы поблагодарить за это моего родного дядю, Семенова Рамазана Рашитовича, за то, что он начал меня водить на тренировки. В 10-летнем возрасте я ничего не понимал, я был молод, да, и он водил меня в течение 5 лет на тренировки, заставлял меня, можно сказать, пока я не смогу сам ходить на тренировки. За это ему огромное спасибо, и все эти плоды, это благодаря ему. С 10 лет я хожу, это уже 9 лет получается. И все время у Исхака Хутовича? Нет, до этого я занимался у Чагарова Арсена Курманалиевича, огромное ему спасибо. Тоже, как бы, тренерский состав у нас отличный и идеальный, огромное спасибо за труд, за просто за все. А вот твои соседи, эти ребята юные, ты с 9 лет только пошел, а они уже в 9 лет чемпионы России. Да, и я всегда об этом говорю, то, что, ну... Надо было еще раньше? Ну, еще раньше, можно было, конечно, конечно, можно было еще раньше, но... Так получилось? Не получилось, да. А вы как давно занимаетесь? Вам всего 9 лет? Я 4 года уже хожу. То есть ты с 5 лет? Да. Я 2. Ну, я думала, что это уже солидный срок, и у вас все победы, все титулы мира еще впереди. Исхак Хутович вас своей палочкой наказывает? Вот честно скажите, я когда была на тренировке, видела его фирменную палочку, но он же не сильно бьет. Вот. Ну, чуть-чуть так. В меру? Да. Ну, вы довольны? Это по заслугам. А? Это по заслугам. А, по заслугам. Да. Ну, в общем-то, вы не обижаетесь? Нет. Нет. Молодцы. Вот поэтому вы и чемпионы. Исхак, на кого ты делал вот ставку в этот раз? Ну, конечно, на Ислама. Это должен был, как бы, в прошлом году так получилось, я, он на первое место должен был, уже на финал вышел, и я не смог в это время присутствовать. У нас мальчик тоже травму получил. Я его забрал на поликлинику проверить, что ли, ну, что ли все хорошо с ним. А в это время он бои проводил. Да, и засудили его тогда. Он чуть не плакал. Потому что тренера не было. Тренера не было, да, и как хотели, так и получилось. Он чуть не плакал, мне говорит, Схак, говорит, как плохо тебя не было. Говорит, мы вот так видео смотрим, а там прям явно слили, да. Ну, а в этом году, иншаллах. Он доказал. Да. А еще у вас один чемпион, да, есть? Да, Банов Леон. Он тоже сегодня контрольный пишет, не пустили его. Так он тоже раньше у него чуть-чуть руку сломал раньше. И, не знаю, плохо зажил или что. По руке попали ему. Все равно он продолжил бой. Ну, и первое место тоже. И первое место занял, да. Мы его тоже, конечно, поздравляем. Так, куда готовитесь сейчас? Ну, сейчас у нас в Грозном будут соревнования Кубок России. Вот туда, иншаллах, побольше детей повезем. Тут близко и... Да, в апреле. Да, в апреле весной. А июня, июля, это чемпионат мира будет уже, которые отобрались. Мне всегда интересно, вот как ты с этими маленькими детками обращаешься? Ты, наверное, им как папа, да? В то же время, как и тренеры папы. Второй папа, наверное, получается. Только чуть пожестче, может, или не знаю. Ну, они довольны. Да. Вот так. Ну, в общем, благодарю вас, всю вашу команду, поздравляю. Спасибо большое. Вы большие молодцы, новых успехов вам. Спасибо. Приходите к нам еще. И обязательно с победами. Придем. Спасибо. Спасибо, и вам большое. Спасибо. Изучать и сохранять природу – задача Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества. Что интересного дарит нам окружающий мир? Об этом в рубрике «Изучаем Карачаево-Черкесию с РГО». Нам сегодня расскажет Алла Динаева. Доброе утро. В рубрике «Изучаем Карачаево-Черкесию с РГО». Мы сегодня хотим вам рассказать о научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга, которая находится в Циберде. Именно здесь проводится работа, которая помогает оценить экологическое состояние республики, изучить природные объекты и найти ответы на значимые вопросы. И понять, как колеблются ледники, как они сейчас отступают в период глобального потепления, которое имеет место в наших региональных условиях, которое, кстати, усугубляется нашей хозяйственной деятельностью, это потепление. Потому что здесь местная циркуляция, здесь местный климат приобретает свои характерные черты. А точно определить эти характерные черты помогает и научно-исследовательская лаборатория геоэкологического мониторинга «Кочегу» имени Умара Алиева. Наталья Морозова – химик-аналитик и информация, которую она предоставляет гарантированная и достоверная, исключающая ошибки. Наталья Михайловна скрупулезно выполняет свою работу. Она профессионал высокого класса, говорит председатель регионального отделения Русского географического общества Вячеслав Онищенко. В лаборатории проводят различные химические анализы. Мы определяем металлы – железо, марганец, никель, хром. Мы определяем органические вещества – фенолы, нефтепродукты. А также определяем сульфаты, хлориды, окисляемость и еще множество-множество анализов, о которых я могу говорить бесконечно. Тем самым мы показатели предоставляем заведующей лаборатории, которая проводит анализ комплексной оценки загрязненности наших вод. У нас уникальная республика, да? Уникальные реки, уникальная природа. Да, реки у нас уникальные, конечно. И самое уникальное то, как эти реки могут самоочищаться. Сколько бы мы их ни пытались ухудшить, загрязнить, они у нас самоочищаются в Верховьях. Как меняются осадки и температура, какие изменения происходят в климате, внимательно следят и знают ученые. С 70-го года по настоящее время, вот уже более 40 лет, значит, температура увеличилась в среднем на 2,5 градуса. Это очень большая величина. И в соответствии с этим уже, значит, идут изменения в природных ландшафтах. Серьезные изменения. Меняется структура растительности, вот, динамика стока рек, вот, затем циркуляция воздушных масс, то же самое, ну и климат, потому что отступают ледники, а леденение вообще деградирует по Карачаево-Черкесии. За период вот-вот 40 лет оно сократилось где-то на 32-35 процентов площадь леденения. Это тоже была большая величина, потому что леденение, оно играет значительную роль в изменении вот параметров окружающей среды, которые нас окружают. Русское географическое общество проводит экспедиции и изучает природные объекты. Горные озера нередко труднодоступны. Сканируем дно озер, эхолотом фотографируем, рисуем проекции дна, затем, значит, как химический состав воды в озерах, процесс его, значит, эволюции этих озер, как показатели благополучия, вот, ландшафтное разнообразие, показать благополучие региона. Следим мы и за геоботаническими параметрами горных лугов, как они меняются, как они изменились с 80-х годов прошлого столетия, когда наши пастбища были перегружены скотом в 3-4 раза, и Карачаева-Черкесия выполняла продовольственную программу на государственном уровне, рассказывает доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Ну и немножко, значит, были переоценены наши возможности. После этих событий, значит, пастбищные угродья сократились у нас на 34 процента. Результаты работы экспедиции и химических анализов помогают выявлять, где и кем наносится вред окружающей среде, и региональным отделениям МРГУ принимаются меры по их устранению. Сразу об этих вещах мы информируем, значит, соответствующее ведомство, учреждение, Министерство природных ресурсов. Ну и потом уже, конечно, органы санэпидемстанции, санэпидемнадзора. В результате медленно, правда, но принимаются меры по устранению этих недостатков. Наше внимание привлекли молодые деревья, растущие во дворике лаборатории. Отношение людей, работающих здесь, к природе очевидно по этим насаждениям. Они посадили здесь деревца, наибольшим образом подходящие для произрастания в Тиберде. Это дуб, пихта и березы. Растут здесь также и ели и сосны. Несмотря на свой молодой возраст, сосна уже плодоносит. Это не характерно, но у нас оно оказалось характерным. Вот видите плоды? Это шишки. Это шишки прошлого года. Вот шишка прошлого года. А вот шишка настоящего. О, какая она мая. Вот она какая. Развеяли еще один миф про то, что сосна не желтеет. Желтеет, да? Желтеет. И созревает в течение двух лет. А в конце марта, начале апреля из-под щитков будут вылетать крылатки семена, которые распространяются по ветру на 200-300 метров от растения хозяина и вырастают еще такие же зеленые красавицы. Если каждый из нас так же бережно и с любовью будет относиться к природе, наша планета всегда будет цветущей. Аладинаева, Рашид Токов, Вести, Крачева, Черкесия, Тибердан. В канун Нового года многие мероприятия посвящены этому волшебному времени. На большом экране уже выходят новогодние картины, которые создают атмосферу праздника. Кроме того, в республике проводятся различные мероприятия. Альбина Курачинова-Кенжева подготовила для вас обзор. Доброе утро всем! Как ваше предпраздничное декабрьское настроение? И вот, что ждет нас в ближайшие дни. Впервые в республике с 22 по 24 декабря пройдут вокальные мастер-классы лучших вокальных техник мира. Мероприятие состоится в Карачаевске в 10.00 в Центре культурного развития. Билеты доступны по Пушкинской карте. Праздник «Волшебство в новогоднюю ночь» пройдет в ауле Иркин-Юрт 24 декабря. Ребята отправятся на поиски Нового года, украсят живую елку, пройдут квесты. А в ауле Абазахабль состоится спектакль «Волшебная академия Деда Мороза». Маленьких гостей ждет яркое представление. И о кино. Фанатов Человека-паука ждет долгожданное продолжение истории. Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу. Но вскоре все становится намного опаснее. Российская новогодняя премьера «Здравствуй, Дедушка Мороз!» будет интересна и детям, и взрослым. Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе Дедов Морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание вернуть папу. А в новом выпуске мульт ребятишек обрадуют героя любимых мультфильмов. Мимимишки будут писать письмо Деду Морозу, Катя и Эф узнают, что такое круговороты воды в природе, Алиса пожалеет новые варежки, Лео и Тик познакомятся с путеводным духом, а сказочный патруль превратится в феечек. На этом я прощаюсь с вами. Желаю отличного продолжения дня и следите за подборками! Сегодня день зимнего солнцестояния. Для астрономов одно из важнейших событий года. Есть ли в этом явлении что-то мистическое? Ясно одно. 21 декабря ночь будет самой длинной, а день самым коротким. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск вестей. Хорошего продолжения дня! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!